Правила дорожного движения обязательны для всех. Эту простую мысль наконец-то усвоили чиновники одного большого города. Кирпич – знак жёсткий. Нельзя никому никогда. Но в городе Энгельс кирпич вдруг стал какой-то улыбчивый. Вот и едут под знак люди сплошь заслуженные. Либо сами, либо их пассажиры. Я просто пенсионер МВД. Ничего. Ну ничего, нормально всё. Как и весы? Где попал? Я жительница Энгельс. У меня офицер. Я родилась здесь, выходили на каток. Почему здесь не расстанет? Я приехал в администрацию. Вот, улыбчивый кирпич разместился только в одном месте. Возле администрации. А вы знаете, что вы под кирпич приехали? Я знаю, я здесь работаю. И что, это вас оправдывает? Меня? Всем вопросам в администрацию. А ведь и правда, администрация разрешила. Вот пропуск выдала. На площадь въезд разрешён. Считай под кирпич. А кем он выдаётся? В администрацию. А вы сюда под кирпич заехали? Да. Знак кирпич говорит о том, что заезжать нельзя. Я знаю, что означает знак кирпича. Ребята, до свидания. Инспектор ДПС Огульцева наверняка тоже всё знает. Так вот, кирпич оказывается ерунда. А пропуск – сила. Вот чёрный внедорожник останавливается, что-то показывает и едет дальше под кирпич. Ведь он нарушает сотрудник полиции. Ведь нарушитель поехал под знак. Как так? Пропуск показал. Эх. Потом же написано. Что? Разрешается выезжать. Ещё один чёрный седан. Пауза. Мелькают яркие корочки. И снова инспектор скромно отходит. То есть вы его пропустили из-за того, что у него есть пропуск с администрацией? Ну, давай нажимайте вопрос. И снова большой, тёмный и, видимо, блатной. Ну, то есть с пропуском. Есть глава администрации, который пропуск утвердил. От установки не штрафовать этих людей, у кого есть пропуска. Вы откуда получили? От руководства? От посредством начальника. Есть такие пропуска, под кирпич проезжать. Забавно. Наш продюсер отправляет официальный запрос. Мол, просим прокомментировать. А мы отправляемся в Саратовскую область. А ты знаешь, Витя, мы едем к уникальным людям. Что за люди? Одни совершенно спокойно едут под кирпич, а другие совершенно спокойно их отпускают. Ну, что за это будет? Первым похвала за смелость. А другим? А другим похвала за все прощения. Но, кажется, официальный запрос в пути нас обогнал. И там, в администрации Энгельса, он потом произвел впечатление. На следующий день вот сидим и ждем. Что называется, набиваем картинку. Вот одна машина едет под кирпич, вот вторая. А вот автовышка. Ехать не стала, остановилась. О, это они его сейчас будут демонтировать. Да ладно. Цирк. Никакой не цирк. Люди работают, убирают улыбчивые кирпичи. А зачем вы это сделали? А указание дали. Мы с нами. А кто вам дал указание? Старший по званию. Самый старший по званию Роман Викторович, глава комитета транспорта. Сняли знак, потому что так решили. Коллегиально. С вашим приездом это совершенно не связано. К нам поступали обращения, еще раз подчеркиваю, предприятий, жителей. А пропуск под кирпич, это что за чудо? Роман Викторович не отрицает. Были такие. Они разрешали заезд непосредственно со стороны улицы Коммунистической, во двор администрации, а также в административный гараж, находящийся вот здесь вот с краю площади. Но он не разрешал движение по площади совершенно. Может и так, но на самом пропуске начертано казенным по-зеленому пропуск на въезд на площадь. В ГАИ от этих пропусков теперь открещиваются. Никаких согласований с ГАИ города не было. Итак, знак сняли, кирпича больше нет. И мы колесим по площади. Подъезжаем к зданию администрации в упор. Наверное, чиновники все-таки не этого добивались. Но не это самое главное, страшнее другое. Мы колесим по главной площади города, где гуляют люди. А вот нас уже обгоняют. Дети в страхе разбегаются. И при этом мы ничего не нарушили. Знака ведь больше нет. В тот самый случай, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну а если сараповские чиновники еще и от персональных автомобилей откажутся и на работу автобусами добираться будут, так и быть. Брошу все и на Волгу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова